Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все в нормальном коллективе ждут, пока женщина сядет. Я не собираюсь в тюрьму, нет. Женщина сядет на стул. Я повторяю, высокоинтеллектуальный юмор. Он не для всех. Зато высоко. Я повторяю, высокоинтеллектуальный юмор. Итак, блюз-трио «Кококфония». Немножко истории. Наше трио образовано достаточно. Достаточно образовано, чтобы писать ту нефленку, которую вы сегодня, я думаю, услышите. Чего-чего писать? У нас в коллективе Александр Непомнищий. Ну реально, он после второй ничего не помнищий. Сегодня он выпил цирио. Мальчик, пальчик Валера. Что про себя? Нет, я здесь просто поставлю. Александр, про себя, про себя. И то, что Александр очень содержательно, поверьте, рассказал про себя. Ну честно. Значит так. На некоторых афишах в разных городах нас пишут через А. Истания, Матрия, Португан. Как Кококфония. Это верно. Это нормально, мы привыкли. Нас бьют даже на похоронах. Многие считают, что у Саши во рту каша. Хочу сразу предупредить, каша у него во рту не было уже шесть дней. Мы реально голодаем. Мы могли бы выступать в Париже, в Риме, в Лондоне. Но у нас тупо нет денег на билет. Итак, для затравочки, чтобы запомниться. Первая композиция. Наконец-то! Давай, Табелла! Давай, давай, давай! Ребята, сейчас оттягиваемся наше выступление. Мы привыкли выступать в тишине. Пожалуйста, да? А это что? Первая, давай. Первая. Как всегда. Верните бабу ту, которая ушла. О, что? Тихо. 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 Выступление вживую. Просьба... Ну, тихо. Поехали. Незамысловатый мотив. Говорит о том, что мы, сука, очень незамысловатые. Вообще-вообще-вообще простые. В нашем трио полтора высших образования. На троих все они у меня. Благодарю. Я знаю, что образование ценят. Птица-синица. Птица-синица. Так называется эта композиция. Птица-синица. Синица боится. Боится напиться. Напиться водится. Боится напиться. Боится синица. Синица. Валера. Сдохни от жажды. Тусливая птица. Тусливая птица. Тусливая птица. Да, все. Ну, это нормально. Мы вернемся к вам ровно через полчаса. Ровно столько нам нужно, чтобы настроить заново мегафон. И поправить макияж, да, я его иногда поправляю. Украсть. Я валю.